добрый вечер друзья тут цитатку одну я хочу вам прочесть боюсь по памяти не не получится мне значит речь идет о том что богатство в стране в соединенных штатах еще более неравномерно распределяется тенденция такая найти чем было раньше вот пишут что семейное богатство вэлс значит вэлс это не зарплата вэлс это то что у тебя есть на банковских счетах в пенсионных планах стоимость твоей недвижимости ну в принципе и автомобили потому что у тебя есть монеты картины вот вот это значит за все про все до семейное богатство составляло на всех 67 триллионов долларов значит десять процентов семей топ 10 процентов самые богатые самые состоятельные 10 процентов их доля в распределении этого богатства выросла на 9 процентов и достигла 76 то есть было 67 там когда-то там 10 лет назад а сейчас стало 76 процентов в то время как если мы посмотрим на половину нижнюю половину нижнюю половину этого всего то у них то что было раньше 3 процента то есть на них на всех было три процента эти да вот на первые 10 процентов было значит 76 сейчас 76 а нижние 50 было три а стал один сколько нужно иметь чтобы войти вот в эти десять процентов вот говорят так что для тех кто вошел в эти десять процентов значит было 4 миллиона нужно иметь чтобы попасть 10 процентов 316 тысяч для того чтобы попасть в в верхнюю половину с 51 с 51 место до 9 90 процента чтобы попасть 50 процентов нужно было иметь значит 316 тысяч для того чтобы быть 26 процентов до 50 процентов как бы вторая четверть нужно было иметь 36 тысяч это то что они имеют те которые в первой четверти в первой четверти у них в среднем 13 тысяч долгов такая значит история это ищет о семьях не о частных лицах но о семьях вот такая интересная картинка мы сейчас поедем и побеседуем лет тем сначала я могу сказать что вот эта статистика очень интересно когда вы на нее посмотрите в сравнении с зарплатами потому что с доходами точнее с доходами семейными потому что семья для того чтобы попасть не то что в 10 это чтобы попасть в один процент один процент самых хорошо зарабатывающих людей в соединенных штатах должна получать что-то там 400 тысяч там плюс-минус что-то там она меняется от года в год там чуть-чуть для того чтобы попасть в 10 процентов наиболее зарабатывающих вообще когда смешная сумма там ну я боюсь так по памяти но что-нибудь 1120 115 вот такого плана не 200 не 500 найти вот буквально то есть скажем там муж программист там он собственно один может попасть десятку на своей одной зарплаты знаете если там так скромненькие программисты там жена там немножко там не знаю бухгалтерии подрабатывает вот они попали уже в 10 процентов так вот значит что получается вот те 50 процентов которые нижние 50 процентов от 1 процента до 50 включительно вот они все вместе ничем не владеют то есть денег на счетах у них нет странно то что с недвижимостью потому что в принципе считают пишут что где-то 70 процентов было 75 сейчас пишут 70 процентов американцев живут в собственных домах то есть по идее 70 процентов людей должны были иметь какой-то ненулевой вот эту двуну я не знаю как они там считают я просто опираясь на то что там есть хотя это я считаю немножко противоречит каким-то другим цифрам но с другой стороны 70 процентов живущих в собственных домах не обязательно владеют полностью они могут быть выплачивают моргидж поэтому они больше даже в долгах чем в прибытках там и так далее это тоже отдельно то есть они может быть еще не являются владельцем если на доме есть моргидж то владельцем дома является банк человек владеет только тем что там накопилось вот это вот эквити ну скажем если дом стоит миллион а я из них выплатил не знаю там 300 тысяч что я владею тремя стами тысячи это этому и волос то есть если продать дом то у меня останется 300 тысяч то есть как бы голоса на то что останется если все продать превратить в деньги во сколько будет ну хорошо значит я подозреваю что очень многое из этого богатства накоплено предыдущими поколениями и дано нынешний не живущим людям в виде там чего-то такого что им просто досталось то есть есть люди которые согласно статистике которые я привожу есть люди которые у них вроде богатство есть доходов особых и нет ну так да то есть вот у них что-то такое есть а зарабатывают они мало или ничего не зарабатывают пишут последнее время пару лет последних особенно пишут про вот этот вот wealth distribution распределение богатства между людьми в обществе разными слоями общества в частности вот говорят что то что богатые становятся еще богаче это не очень хорошо для экономики потому что богатые когда денег много они их накапливают а бедные они все денежки сразу тратят то есть деньги мгновенно возвращаются в экономику тем самым поддерживая как бы эту экономику да создавая там куплю продажу производства и так далее а вот деньги которые у богатого оседают они в дело не идут ну или там частично идут частично не идут хотя мы понимаем что есть банки ибо деньги не лежат там в кубышке начание в банках банки эти деньги одалживают то есть они какую-то роль тоже играют я когда эти цифры прочитал они у меня связались с той мыслью которую я систематически как бы сейчас думаю вот этот леденец который я значит облизываю постоянно последнее время думая о молодых ребятах и о том что мы должны как старшее поколение что-то им сказать о жизни на смотрите что получается я не первый раз об этом говорю но вот может быть другими словами не нужно значит когда-то мы выезжая из аэропорта сан-франциско или сан-хосе тут рядом мы рассчитывались за парковку сидели люди я уж не знаю сколько они там получали может быть они получали там минимум вейч может быть немножко больше может быть как работники аэропорта они были там с какими-то бенефитами и довольно дорого обходились то есть когда люди получают минимум вейч но имеют бенефиты их и стоимость бенефитов может быть гораздо выше чем то что им платят деньгами короче появились автоматы которые берут карточку или там денежку наличкой берут и пропускают человека на выход там кто-то все равно сидит то есть не то что вообще никого нет но если раньше сидела там 5-6 человек в одном месте а там в аэропорту сан-франциско таких точек через которые можно было выезжать их было моим с десяток вот на честь и было с десяток точек сидели люди там допустим 50 человек но там еще они круглосуточно сидят на четыре смены начнут сидит несколько сот человек занимаются тем что вот собирают денежки теперь там стоят автоматы автоматы стоят конечно тоже какую-то копейку они стоят и значит те люди больше не работают денег не получают но наверное они куда-то еще делись дальше другие места пошли значит если у нас было по стране таких я не знаю 10 тысяч рабочих мест и осталось из них может быть только тысячи а 9 тысяч сократил но заменили автомат значит автомат тоже не может сам по себе стоять установка автоматов создает новые рабочие места значит автоматы нужно разрабатывать автоматы нужно производить автоматы нужно на постоянной основе обслуживать правильно вот нужно какой-то софтвер для них там и тогда значит вместо я условно от балды цифрами оперирую на вот значит пропало 9 9 тысяч рабочих мест на их место вместо них да возникло может быть я не знаю еще 500 может быть даже тысяч может быть даже тысячи рабочих мест возникло да надо обслуживать там все такое противоактиву всякую делу значит но это совершенно другие рабочие места то есть получается так значит десять тысяч было мест так из них тысяча осталось тысяча добавилось 8 тысяч ушли а вот будет минус 8 тысяч рабочих мест но какие места возникли это же не были люди как бы уже простые как ну вот я не знаю там метелка правда это уже но инженеры это техники это люди какие там с образованием в электронике там может быть механики я не знаю какое образование нужно чтобы обслуживать автоматы проектировать я догадываюсь таким образом возникло небольшое количество рабочих мест высокооплачиваемых и эти люди вот эти люди они могут себе покупать дома они могут еще даже инвестиционные какие-то проектики себе позволить особенно если муж и жена оба хорошо зарабатывать не только тот самый walls и пошёл где сегодня есть высокий доход там завтра будет высокое состояние приличное состояние они сегодня этого накопит а завтра она выплатится и глядишь там у их детей будет много состояния от их родителей которые хорошо зарабатывали они не просто хорошо зарабатывали они еще и детей обучали хорошо на воспитывали правильно те пошли в университет и уже не техниками стали инженерами и уже еще больше зарабатывать они уже не обслуживают эти роботы они их создают и пошло и поехало у них еще больше денег что такое 10 процентов населения 10 процентов населения это не не капиталисты боже мой откуда там капиталисты для 30 33 миллиона человек ну там семьями они нас на семье меньше но не важно 30 33 миллиона человек в этих семьях это это далеко не не буржуй поголовно но это может быть интеллигенция хорошо зарабатывающие это безусловно там врачи адвокаты такой малый бизнес можно так сказать я про большой бизнес я уже не говорю но их мало большого бизнеса очень мало там людей это экзекьютер то есть высокооплачиваемые сотрудники это те кто получает stock options нам стартапах и может себе пойти и позволить купить и это и это это или купить или или просто на счету деньги лежат пожалуйста это тоже вэлс на вот лежат деньги на счету они лежат у него деньги в stock options он может быть их не выкупил но они у него есть он может любой момент пойти и взять вот это его вэлс разные есть способы как бы хранения своего состояния значит мы говорим о вымывании среднего класса я на эту тему уже говорил значит я еще раз хочу воспользоваться поводом чтобы вернуться к этому потому что то что раньше было средним классом начинает разделяться в пропорции ну пусть будет пропорция там один к десяти или там да и за один к пяти пусть будет пусть мы живем в идеальном мире пусть будет даже один к пяти а не то что там какой-то несчастный один к десяти один к пяти и вот один пошел наверх со своим этим с доходом и со своим состоянием и тем что она даст передаст своим детям внукам и 4 да какие мы счастливцы и только 4 не 9 отправляются вниз к тему кого ничего нет значит 50 процентов населения не имеют вообще ничего это это что за цифры такие вы посмотрите я сейчас остается тут значит чтобы попасть в 50 процентов у них должен быть у них должно быть 300 тысяч а что такое 300 тысяч на семью 300 тысяч это вот дом средний дом в стране стоит 300 тысяч средний или как там медианный да нет меня просто по-русски не поворачиваешь искать медианный по-русски вот медианный дом стоит 300 тысяч так это ты уже в 50 процентов самых состоятельных а так может у тебя этого нету может это пол дома только ты выплатил но у тебя есть деньги на счету там где-то может там пара автомобилей выплатил может пенсионном плане у тебя чем лежит вот вот так и ты уже в 50 процентов попал а как вам нравится вот эти 25 процентов внизу у которых не только нет ничего а у них еще и долгу в 13 тысяч на семью вот где и это 25 процентов семей народ 25 процентов семей у них состояния нет а есть долг в среднем 13 тысяч опаньки поэтому еще раз я не не столько обращаюсь к людям там средних лет сколько я пытаюсь достучаться до тех кто помоложе и до тех кто наоборот постарше кто несет какую-то информацию молодежи как-то влияет на нее опытом мудростью своей там и так далее потому что молодежь запитывается от тех кто постарше вот вот какая ерунда получается я когда на эту тему раньше говорил мне там это вот там учиться это вот это вот там у нас тут не америка у нас вот тут это плохо это плохо и все плохо еще что-то плохо послушайте я закончил институт связи в москве вы тоже можете поехать и закончить институт связи в москве или в питере или в новосибирске вы можете учиться на инженерную профессию ходовую там вы можете учиться на микробиологию вы можете учиться на биохимию на хина на инженеры химика можете учиться то есть все эти вещи присутствуют замечательно присутствует можете этому прекрасно учиться в россии прекрасно математика на месте физика на месте химия на месте ну конечно бывает чек не склонен там это отдельный разговор тут надо надо отдельно думать но просто никакого шанса нет понимаете если ты не будешь учиться то ты вот и будешь лапу сосать на днях была статистика опубликована в ну это как новость пока новость в блумберге написали что вот пару месяцев назад пару месяцев назад превысило количество людей работающих в сша работающих у которых есть что-то кроме high school превысило количество людей у которых нет ничего кроме high school ну и ниже да то есть вот high school и ниже но ниже редко high school сейчас у всех вроде есть но но более-менее у всех вот а есть люди которых там сам колледж да там city college там походил годик-два там может быть там бакалавра не закончил какую-то профессиональную школу какой-то время слух уходил и так далее и вот сегодня наконец-то людей которые чуть-чуть более образованные и и выше до стало свыше 50 процентов и какое интересное совпадение 50 процентов и 50 процентов 50 вверх и 50 вниз вот эти 50 которые с каким-то образованием да вот они будут вот те 50 процентов у которых есть какое-то богатство ну и зарплата и соответственно богат это связано это во времени разнесено конечно вот там где есть зарплата там будет со временем богат как тенденция не говорю в каждом конкретном случае там и так далее мы понимаем о чем речь значит вот такие интересные цифры киев не могу сказать что как бы мысль для меня сама в себе новая но вот сами в себе эти цифры они снова и снова вытаскивают на поверхность все время но тут статистика там статистика здесь какой-то материал все время вылезает на поверхность вот это учиться надо рваться надо к образованию к тому чтобы быть ну я не знаю на верхушке того что ты делаешь я когда-то говорил на эту тему говорю надо быть там 10 процентов лучших топ-10 процентов когда ты выбираешь профессию спроси себя я готов в этой профессии значит там бороться за то чтобы войти ну не не первый день конечно войти в десять процентов лучших или может быть это какая-то другая профессия нужно хотя есть профессии где можно очень успешно быть там будучи только в 30 процентов что на более востребован и так далее поэтому и делайте опять я не первый раз говорю но и делайте свою жизнь по максимуму сложности выбирайте то что наиболее сложно из того что вы могли бы в принципе делать вот есть 10 профессий вот это самое сложное для освоения вот и и делаете выжимайте из себя максимум возможного не давайте все скидок вот этих дискаунтов потому что это это как раз путь вот туда вот в те 25 процентов у которых одни долги так что и и не надо скидок та страна или эта страна или еще какая-то страна сейчас границы такие как сказать более размытые и вам жить в мире который сегодня его еще нет но завтра он уже будет он уже идет это будет другой мир не такой как сегодня я я надеюсь что намного лучше будет мир поэтому с границами более открытыми и с большим набором возможностей для людей которые готовы эти возможности востребовать так что вот такое у меня напутствие сегодня счастливо